смерть человека стоит по моему там 2200 белорусских рублей он разложился как-то на кресло он как-то одел с собою кресло что ли ну кожу обтянула просто кресло людям кажется что это просто пшикнуть и все на ну и на этом проблема решена это не то ай ну трохи воняю ничего страшного божечки ну как может в трохе вонять трупом и как бы ну ничего страшного потом живется тут ну все будет нормально проветрим в принципе отмывается все доброго времени всем имя мое леонид мне 46 лет я индивидуальный предприниматель занимаюсь жесткими видами уборок это уборки после пожаров после потопов после умерших людей где тело находилось долгое время и разложилось также это бомжатники плюш плюш плюшники и аморальные квартиры я вижу знаете что что наш народ он не совсем понимает опасности вот когда разлагается например тело сколько всего такого яда всяких бактерий уходит потому что люди как-то на это смотрят а мы сами там уберем дорого они не задумываются своем здоровье я прежде чем что-то начинать я ну как бы делаю безопасность для самих же себя чтобы самому не бояться там делать а люди ну уходят игры вы понимаете чем вы дышите выше этого не видите вы ну а но есть поэтому я где-то трачу свое время и людям объясняю ну вообще что это такое насколько это вредно но если еще дети есть этом собачки то есть ну все что-то выделяется и от этих химических процессов происходит все быстрее я прихожу всегда к людям но у них нет улыбок на лице у них ну всегда траурное лицо моя уникальность в том что я их ну переориентирует то есть но я перевожу в другое состояние потому что в моей работе ну психологической работе без юмора ну никак то есть везде присутствует юм нужный инструмент для нашего дела помогает шерлок холмс не позвонили это по моему был город витебск они мне буквально там ну каждый день они мне звонят из спрашивают вот ну как то есть я то уже на проводе понимаю что они решили делать все своими силами но я пошел им навстречу я ему консультировал им все рассказывал ну что как происходит но все этапы они все ну и сделали и тут прошел момент шуму пауза нету и неделя у меня интерес думаю чем же это все закончилось я им короче ну набираю хорошо ну вы все сделали так говорю а как говорю ну запахом как что ай ну трохи воняй ну ничего страшного дубу божечки ну как может трохи вонять трупом и как бы ну ничего страшного потом живется тут ну все будет нормально проветрим ну вот так вот у нас люди на некоторые смотрят на самое основное они почему-то подумали с этим можно жить впервые в притоны и в страшные такие места я тогда столкнулся это как был один из образов жизни то есть ты ходишь ты вообще на это не обращаешь внимание где куда ты зашел как где-то в лет 17-18 я по первый раз я попробовал легкие наркотики в 2021 это уже были пробы тяжелых наркотиков то есть я употреблял все что дурманивает разум человеком поэтому у меня было отрицание от всего то есть я не считался не наркоманом не алкоголиком я по этому кругу запутанному ходил и вообще не понимал как так ну жил и жил и казалось что ну нормальный такой парняга я короче типа у меня все хорошо но на самом деле это был ну туман это можно было сказать что ну ад был какой-то когда в меня и стреляли чуть не застрелили и били чуть не убили и резали чуть не зарезали и судимость у меня была и топором меня вот рубили чуть но не перерубили ангел голову убрал клиническая смерть была от наркотиков и казалось блин где это дно тот темный период моей жизни он продолжался где-то 10 11 лет я лежал психиатрической больнички ну так на мгновение какой-то ездил каким-то бабкам гадалкам прокапывался ну и ничего не работало если работала только на какой-то маленький период времени вот в определенный момент но вот бог это моя история но бог мне протянул руку я пошел в церковь там был реабилитационный центр где прошел 12 шаговую программу успешно выздоровел и сейчас помогаю таким же людям зависимым и созависимым родственникам этих людей сейчас когда в эти помещения попадают я понимаю что там нужно сделать как там нужно сделать и как вообще людям помочь каждый объект в нем есть своя какая-то уникальность всегда все разное разная начинка квартир это и это может быть пожар и это может быть ну после умершего человека это могут клопы тараканы то есть просто аморальные какие-то вещи нигде не знаешь когда такие не щелки этот где это все может находить нужно и же извлечь самое главное корень всего этого еще конечно запах так вот бывает вот и кухня запах ужасный это все предстоит про уборки бай убрать сделать дезинфекцию дезодорацию чтобы обеззаразить квартиру там звонят а вот у нас у соседей произошло там умер ну как бы человека там вот все что от него было оно нам протекло на этаж ниже все говорю вообще представляете ну что это такое что если даже сверху вам протекло ну на ваш этаж то есть это ну не не безопасно частый момент который говорят ну приедьте нам пшикните то есть людям кажется что это просто пшикнуть и все на ну и на этом проблема решена это не то то есть это целый алгоритм действий которых нужно сделать химических процессов вот этот кстати костюм они есть разные вот этот нормально от запаха спасает именно такой есть например агрессивная химия которая ну первично используется потом эту первичную химию агрессивную нужно покрыть другой то есть другой идет химический процесс есть третий то есть это где уже ты блокируешь но все чтобы это было экологично для людей поэтому в принципе отмывается все клининги я больше десяти лет все это дело пошло с моего интереса когда я занимался ремонтами я попадал в квартиры где ну вот этот трес-жесть я думаю блин ну тут прежде чем начинать ремонт тут много чего другого нужно сделать я такой думаю возьму я вообще вот это строительство отодвину а начну всем этим заниматься потому что я смотрю это ниша она какая-то свободная а у людей ну есть эта проблема и хотелось людям оказывать помню я всегда свою деятельность начинаю если что-то очень жесткое это после государственных органов то есть ну лица врачи мчс вот они идут первично а потом уже иду я были пару раз какие-то сомнительные звонки неизвестных людей которые даже предлагали а вы можете приехать и я начинаю разговаривать то есть ну я где-то разговариваю примерно ну как следователю мне нужно первичную информацию я смотрю человек плавает учет ну как бы не договаривает игры милиция была милиции не было огренения не я говорю выезжают только после милиции а за очень большие деньги и даже за очень большие деньги я ну не поеду я поеду после того когда я понимаю что там были сотрудники милиции очередной объект вот нужно привести тут это все в порядок утилизировать в общем подготовить квартиру продажи квартира захламлена здесь умер человек психически видно был нездоров в общем будем наводить порядок если например моральная квартира это не говорит о том что этот человек сам аморально это может быть довольно таки состоятельный человек или даже знатный человек беда не выбирает кто это может быть это могут быть но вообще совершенно разные люди поставил сковороду заснул короче но от нее там произошло задымление пенсионеры есть такое там со свечкой я не знаю молился и свечка упала и пошло кого-то гирлянда у кого-то замыкание на практике что сложнее всего ну наверно труп труп пожар самые такие ну как бы вот моменты как можно писать запах трупа гнилое мясо что еще ну рыба когда подгнила завонялась ну вот наверное что-то такое но бывает специфические моменты то есть если например умер наркоман или например алкоголик или человек который болел какими-то болезнями то это такой же запах плюс добавки непонятного запаха какого-то жесткого но он как будто как как усиленный все равно какой-то вот очередной наш объект после умершего человека прикрылся пласт не пугать будем делать но есть самый такой ну момент это когда мозг записывает запах и ты сразу заходишь вот дыхнул и произошла в голове ну запись ну такой и ты ходишь и тебе везде почему-то этим воняет ты идешь по улицу думаешь блин ну вроде шну нормальные вещи принял душ ну вещи свежие но ты идешь и она тебе почему-то ну как бы воняет но есть люди которые понимают дохарит домой приходила и мне дома все воняло то время не переживайте это все пройдет ну поешь ты грецких орехов говорю ни один вам брать не скажет ну что надо есть грецкие орехи а это один из ингредиентов где помогает ну чтобы не было отравлений чтобы убрать притон бомжатник аморальную квартиру в среднем уходит от одного дня до пяти семи дней обработали квартиру подготовили к продаже сделали дезинфекцию дезодорацию три химические обработки весь надлежащий мусор утилизировали уханька цена идет в среднем от 1000 белорусских рублей есть виды где это например будет стоить там 300 рублей все зависит от клиента что клиент хочет получить поэтому я подстраиваю я не сливаюсь с этой работой то есть я держу определенную дистанцию границу и работа есть работа плюс эта работа делается быстро ее нельзя растягивать рассматривать там что-то нужно все делать быстро то есть ну скорость очень важно тот кто например купил квартиру и заходит но в помещении там же кто-то жил кто там жил как там жил никто ничего не знает это могут быть просто жили люди или это даже может быть ухоженная квартирам там кто-то жил и вот просто сделать ну как бы дезодорацию всего помещения уникальность в нем в том что она попадает на все поверхности эти поверхности они пострадают поэтому обезопасить себя я считаю это нужный важный момент первую очередь то есть жизнь человека она цена это самая ценность что есть здесь на этой земле на данный момент удивляет меня как живут люди но они уходят в одиночество они забыты просто да где-то психологически они от этого уходят но есть же родственники соседи которые всегда могут заглянуть навестить принести я не знаю молока какого нибудь или просто сказать здравствуйте как дела что у тебя нового на самом деле люди очень нуждаются какой-то взаимопомощи поэтому любите себя любите других людей и это будет экологично чисто и порядочно вот и и и и и Продолжение следует...